Я думаю, все мы обязательно съездим туда, прогуляемся, но вернемся в центр Петербург, где в эти дни можно погрузиться в тайны природы и по-новому увидеть ее красоту благодаря ученым. У центрального выставочного зала Манеж открылась уличная выставка, она так и называется «Наука, это красиво». Подробнее с работами авторов и просветительским проектом нас будет знакомить наш коллега Дмитрий Аксенчик, уже на прямой связи с нами. Дима, доброе утро еще раз. Доброе утро, коллеги, приветствую Петербург. Действительно, дорогие ведущие, все правильно описали, и структуры, и краски окружающего нас мира порой частенько напоминают шедевры искусства. Вот, например, полюбуйтесь на этот снимок, ни за что не догадаетесь, что это. Вот так вот, буквально секунду до размышления, и это снимок зерна пыльцы. На самом-то деле, вот оно, доказательство того, что наука это действительно красиво. Здесь у западного фасада Манежа около 40 таких интересных снимков. Просмотрим некоторые из них самые интересные с Ксенией Захарко, куратором просветительских проектов Манежа. Доброго вам утра. Доброе утро. Скажите, Ксения, кто автор этих снимков и кто их сделал, с какой целью? Сегодня мы на выставочном проекте, который был создан Манежем и командой Курчатовского института и Политехнического музея. Это проект, который представляет фотографии важных научных исследований в виде невероятных изобразительных шедевров. Наука это красиво. Этот проект рассказывает нам о том, как действительно при увеличении разные научные открытия можно увидеть с совершенно иной стороны. Этот проект, он демонстрирует нам красоту шедевров науки для взрослых и для детей. Эта выставка абсолютно для наших гостей всех возрастов. Хочется сразу спросить, есть ли какая-то, может быть, обработка, цветокоррекция, или не все же такие в оригинальном своем? Они здесь в максимально оригинальном виде. Действительно, сотрудники Курчатовского института предоставили нам эти шедевры, чтобы показать зрителю истинный вид тех или иных моментов научного исследования. И вот что же это перед нами? Обратите внимание, это невероятно интересный фрагмент. Это колония бактерии стрептомицита. Стрептомицит – это второй антибиотик, который был найден, и он как раз-таки помог в борьбе с чумой и с туберкулезом. И здесь вы можете рассмотреть, как это красиво. Так, давайте пройдем еще несколько интересных снимков, которые мы с вами рассмотрим. Помните, да, на этот снимок здесь вы видите как будто бы салют. На самом деле это совершенно не салют. Может быть, это одуванчик? Ну, почти. Это колония цианобактерий. Сотрудники Курчатовского института выделили эти бактерии из воды озера Байкал. И сегодня они используют ее для создания различных материалов, для синтеза. Ну и напоследок мы возьмем самую интересную фотографию в этой линии, в этом блоке, который как раз посвящен различным научным исследованиям. Здесь вы видите салют. Кажется, что это салют или же это скопление галактик во Вселенной. На самом деле это не так, потому что здесь вы видите фрагмент коры головного мозга мыши. Эта мышь необычная, мышь модифицированная. Ей был внедрен ген, который начинает светиться, точнее, ее нервные клетки начинают светиться при ультрафиолете, когда они начинают активно работать. Так что сделали исследователи? Они взяли мышь, пересадили ее из ее родного места в совершенно иную атмосферу, иную обстановку. И здесь вы видите зеленое свечение. Зеленое свечение – это те нейронные клетки, которые начали работать при встрече как раз-таки с новой обстановкой. Через несколько дней ее вернули в это пространство, и тогда уже заработали красные нейронные клетки. Тем самым мы действительно видим, что процесс запоминания, процесс обработки информации в коре головного мозга мыши работает совершенно с разных сторон. Разные нейронные клетки задействованы в этом процессе. Целую лекцию нам прочитали, спасибо большое. Но на самом деле, подводя итог, хочется сказать, что действительно тайные микромиры разнообразия форм природы перед нами предстают здесь, на этой выставке, которая, кстати говоря, доступна до 27 июня. Коллеги, вам слово. Спасибо. Дима, спасибо большое. Сегодня прям Дмитрий в таких разных амплуа, с воды на сушу почистил, узнал про новые микроорганизмы. Мы прям завидуем по-хорошему. Не устает нас удивлять, Дмитрий и Аксенчик.